Республика Бурятия 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 В текущий период этого года выдано два отрицательных заключения, и несколько договоров было расторгнуто в связи с тем, что была неполнота сведений в проектной документации. Поэтому на текущий момент за первое полугодие выдано 83 заключения, из них только два отрицательных. В среднем по итогам прошлого года где-то 150 объектов различного назначения, включая многоэтажные жилые дома, производственные, что крайне редко случается, и общественные, социальные, это школы, детские сады, торговые центры, лечебные учреждения. Ну а в последней из промышленных был сынокомплектор большой, заиграй, смотри. Но это вся самая цель безопасной жизни людей, имущества, любого назначения государственной собственности, частной. Вот основная задача. Через руки экспертов прошли проекты таких крупных объектов, как Центральный стадион на набережной, здание Русского драматического театра и театра оперы и балета, развязка на Бабушкино, жилой комплекс на Смолино, школы, детские сады, больницы, мосты и различные комплексы в районах республики. Законодательство в строительной отрасли периодически меняется, принимаются новые нормативы, САНПИН и стандарты. Специалисты госэкспертизы всегда в курсе новшеств изменений. Эксперты регулярно проходят аттестацию в Министерстве регионального развития России и имеют статус государственных экспертов России. Коллектив госэкспертизы – это специалисты ультракласса, единичные в проектно-строительной отрасли. Многие из них имеют звание и ученые степени, кандидата и доктора технических наук. Профессионализм заслуживает уважения со стороны всех участников строительного процесса. Я считаю, что наша государственная экспертиза очень профессионально, жестко и принципиально рассматривает наши проекты. И в результате этого добивается вместе с нами качество документации. Нет проблем, и эта жесткость, которая есть, она в конце концов направлена только на одно – на пользу делу. Помимо этого, нашу экспертизу можно всегда, я подчеркиваю, всегда прийти и задать вопросы, проконсультироваться, посоветоваться. Более того, мы несколько раз даже проводили предварительные совещания в экспертизе, чтобы выявить правильность или неправильность того решения, того пути проектирования, который мы в данный момент выбираем или выбрали. С автономным учреждением консультиза Республики Бурятия, естественно, мы работаем в тесном контакте. Потому что все студентство начинается, скажем так, с проектной документации, с разработкой проектной документации, после чего она должна обязательно пройти по старшему экспертизу. А затем уже по получению положительного заключения, уже застройщики, получив разрешение на свидетельство, конечно, с извещением приходит к нам. Поэтому, можно сказать, что очень тесно в контакте работаем. Наша компания взаимодействует по вопросам экспертизы проектной смертной документации. Есть возможность иногда и проконсультироваться у них по некоторым специфичным вопросам. Сейчас мы занимаемся проектированием перинатального центра города ВМД на 110 кодек. Тоже совершенно уже другое направление, другое профи, больше и еще сложнее по своей технологии. Хотя, допустим, ФСК не менее сложные по технологически, с точки зрения всех требований, и санитарных, и пожарных. Но перинатальные, с точки зрения медицины, тоже по своей технологии, по своему уникальны. Поэтому приходится консультироваться наших коллег. За неполные два года работы учреждением рассмотрено 266 комплектов проектной документации. По результатам проведенной экспертизы выдано 259 заключений. Экономия бюджетных средств за период автономного учреждения составила более 700 миллионов рублей. Это 6,1% от смертной стоимости объектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова